Ребят, всем большой привет! Говорят же, обещанного три года ждут. Так и вы, наверное, потеряли меня уже и ждёте. Но как же, Валя сказала, покажет, как она выглядит, когда сама помоет голову и высушит волосы. И прошло уже очень-очень много времени. На самом-то деле, утекло много воды. У нас очень были такие насыщенные недели. После моей подстрижки прошло сколько уже, наверное... Ну, считайте, 10-го я слилась, а сегодня у нас уже, слава Богу, 27 мая. Это так, на минуточку, да? Что я хочу сказать? Причёска я своей довольна. Как видите, у меня сейчас волос... Это мой, мой волос не кудрявый, да, вы знаете. Я его не выглаживаю, ничего. Просто укладываю феном. Что хочу сказать? Всё идеально. Единственное, мне, конечно, нужно терпение, потому что теперь после того, как помыть голову, нужно высушить волосы. И, конечно, если раньше я могла, допустим, мне было лень, я могла это всё в хвост завязать, то сейчас это дело не проходит. И я даже рада, потому что я теперь хвост собрать не могу, чего я хотела, того и добилась. Если бы была длина для того, чтобы собирать хвостик, я бы опять ходила, поверьте, с хвостиком. А так у меня новый тик теперь. У меня теперь закалывают челку. По большому счёту, если куда-то так выйти, ну, распускаю, и вот тебе прическа вуаля, готова, да? А так как сейчас тепло на улице и на работе, и дома, мне некомфортно, когда чёлка. Нужно постепенно привыкать. В первые дни вообще было тепло. Сейчас коку. Коку свои пистопей всегда вставить. Сейчас вам покажу их. Они летают из лампы на лампу, из лампы на лампу. Вот. И что хочу сказать. Первые дни мне было вообще непривычно то, что у меня волос постоянно падал на глаза. Это мне было дискомфортно. Мне всё время хотелось собрать волос, понятное дело. Потом я привыкла. Я стала чёлку закалывать назад, и мне стало более комфортнее. Так и пока и осталось. Естественно, если я как-то, ну, не на работу и не на кухне, я, конечно, чёлку распускаю. А так, вот, вот, как это всё выглядит. Естественно, я не профессионал сушки. Я вообще короткие стрижки себе. Как бы, вот такую короткую я давно уже не делала. Очень давно. И сушить, естественно, так же самое. Поэтому у меня в бой то одна сторона не получится высушить, то другая как-то. Не такой залом. Но всё же я очень рада. И пока, пока я остаюсь на вот этой вот стрижке, я не буду её отращивать, опять волосы, да, или нет. Просто нужно будет сейчас посмотреть, через сколько мне нужно будет визитить к Лене, чтобы подравнивать волосы, соответственно. Наоборот, это, знаете, вот прям волос, он как живой. Вот правда. Что значит не обеспеченный? Вот смотрите, да, ещё пускай, там, через, скажем, ну, грубо сказать, через полмесяца, месяц, поехать опять к концу и повстречить, да, волос постоянно насыщенный, живой. Да, свет держится хорошо. То есть, опять же, при дневном свете он светлее, то он, если в темноте, конечно, то он чуть темнее. Но Вова, когда приехал, когда я уже голову в два раза, ругала, вот как, тебе говорят, волос темнее здесь сверху. У меня уже такая, так и было. Кудри сделать мне сложновато, потому как сзади очень коротко, и это нужно руку ещё приспособить. У меня не сильно получается. Но я и не хотела, я бы хотела вот, вот так ходить, да. Выглядит очень классно, мне нравится. Лена прям вот попала в точку. Я ей сказала, короче, 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 давай короче. И меняем цвет. И с цветом, и с стрижкой, в общем, я очень довольна. Так что, вот. Единственное, конечно, да, я говорю вот особенно, ну, может, зимой не так, конечно, когда попрохладит. Но вот лето, когда сильно тепло, мне мешает чёлка постоянно. Поэтому я стараюсь её как-то закалывать. Но заколов чёлку, вид это никак не портит. Мне нравится. И с распущенным полностью волосом, и немножко заколотым. Выглядит, скажите, это очень аккуратно. И такое ощущение, вот, как будто ты утром встал. Да, я же не каждый день мою голову, потому что всё равно у меня волос очень такой, как суховатый, да. И если я буду постоянно мыть голову, каждый божий день у меня весь волос выглядит. Поэтому стараюсь голову мыть раз в три дня. Ну, в зависимости по ситуации ещё тоже бывает. В дни, когда слишком жарко, там, или хочется ополоснуться, тогда, да, так стараюсь вот вообще раз в три дня голову мыть. И поэтому раз высушил, тем более у меня Дайсон, знаете, он справляется на ура и помогает мне. Я, там, за каких-то 10 минут у меня в принципе всё, в голове готово. Такой вступительный момент, да, очень длинный. И всё про стрижку. Ну, в общем, как я выдержу сейчас. Вы знаете, не только стрижка поменялась, но поменялось моё мировоззрение какое-то, я стала немножко другая, или что-то у меня такое всё, вот, прям, это нужно было сделать. И советую всем женщинам меняться. Поэтому, девушки, девочки, женщины, обязательно любите себя и меняйтесь. Вот, а мы сейчас с вами пойдём, я покажу, наверное, вам вещи, да. Я так и не показывала, да, всё в пакетах так и стоит. В общем, всё по очереди. Пойдёмте. Смотрите, что у нас у Вовы в комнате тут. Цифра 25. Вове исполнилось 25 лет. Я видео не снимала в этом году. Мы сидели в кругу семьи. И Вова с Алиной и Витя Марселья очень хорошо посидели, подарили подарок. Если будет интересно, какой подарок мне подарили Вове, пишите в комментариях. Это уже будет тогда в отдельном видео, в другом. Потому что сегодня, наверное, видео получится длинненьким. Вот. И сейчас эти цифры висели в зале. У Марселя, как вы знаете, с Вовой в мае день рождения. 16 мая у Вовы. И 25 мая день рождения у Марселя. То есть неделя разница, да, у них. Поэтому у Марселя было всё точно так же. Только позже. И цифры мы ему повесили в зале. А Вовин и цифры потихонечку ушли к нему в комнату. И сдулись. Пятёрочка уже сдулась. Ну, мне жалко прям так ещё выбраться. Пускай постоит. Попозже выброшу. Покажу сейчас в зале, как висит. Цифра 13. А здесь в зале расположилась цифра 13. Пока ещё. Повесит пару дней. И потом так же уйдёт либо к Марселю в комнату, либо же на выброс. Так интересно, ну, эти-ка единицы здоровые. И троечка такая поменьше. Или я так повесила неровно. Ну, в общем. Вот. Конечно же, как у нас, что крестьяне, то и обезьяне, да. Вот поэтому Вовы здесь висели 25. Вот, да, мы вешали шарики. И Марселю так же повесили 13. В этом году захотелось как-то, знаете, без камеры дня рождения. Не знаю почему. Вот после того, как я прилетела с Тенерифы, у меня такие просветы есть, что иногда прям хочется снимать, а иногда просто не хочется. Поэтому я подумала, никакого такого пиршества мы не устраивали. Если мы с Вовой собирались и после, потому что Вова 25, это была среда, он не мог. Ну, да и мы работали тоже. И мы собирались в субботу. Вот. Вова хотел, чтобы я приготовила тевтели. Он хотел баклажаны с помидорами, такие бутербродики, с майонезом и чесноком промазанным, да. И Алина пекла ему тортик. Графский разваленный с безе. Я ей давала рецепт. Вот это все, мы были в рутине такой, знаете, когда у одного сына день рождения, через неделю у другого. И ты, в принципе, мы не празднуем, но это нужно было подарки запаковать, это нужно было обсудить. Да, какие-то детали. Мы еще работали, в общем, какие-то вот, ну, куда-то закупка, все такое, в общем, было очень мало времени. Поэтому в субботу мы после Вовина дня рождения мы присидели. Мы собрались в полчетвертого, мы до полдвенадцатого, представляете, сидели, разговаривали, смеялись. Короче, было вообще здорово, классно. В этот раз даже с нами Марсель подольше посидел, не как обычно, то он, знаете, прям кое-как покушает и убегает. Друзья его ждут, в этот раз прям хорошо было. И у Марселя также, у Марселя было день рождения в субботу. Он не хотел никаких тоже пиршеств. Я спросила, какой торт бы он хотел. Он сказал, я не хочу никакой торт. Они с Вовой договорились, что он будет ночевать у Вовы. Вова его забрал в субботу с утра. И у них такой был, знаете, братский день. Они с братом были, ходили куда-то по магазинам, гуляли, прогуливались с Люсей. Короче, у них была своя программа, а у нас своя. Мы в субботу с Витей сходили погуляли в городе, покушали мороженое, вечером пошли в ресторан, посидели, пофоткались. В общем, кто подписан на мой инстаграм, вы, наверное, там отслеживали, я небольшие рельсы ставила. Вот, и ничего не хотелось, даже камеру в руки брать. Все были счастливые, довольные. Потом дети заказывали себе там пиццу. Ну, в общем, у них было свое. И даже Алина потом мне говорит, я спросила у Марселя, чтобы он хотел торт, там, пирог какой-нибудь на день рождения. На что он сказал, Алина, твои печенья. Я говорю, у меня так же, но он мне сказал флям-кухен, Марсель, да. И отслуживает, давай тогда мама тебе попозже его сделает, потому что сейчас мы будем все равно что-то закажем себе покушать. Ну, в общем, Марсель сказал, ладно, среди недели сделаешь. Так вот, я в среду, наверное, сегодня у нас понедельник, в среду сделаю ему флям-кухен. И на этом все, он не захотел. Я говорю, и свечи не хочешь обычно там, вот, свечи. Нет, говорит, и свечи не хочу. Поэтому было так. Было так, как захотели дети. В общем, у них была очень хорошая программа такая братская. У нас ведь было время погулять, побыть тоже вдвоем, да. Вообще было здорово. И в воскресенье утром Вова привез Марселя. У них, оказывается, была вся ночь, они не спали, они играли, они выгуливали люсеньки. Короче, Марсель запомнил день рождения надолго, он говорит, мне понравилось. Ну, да, конечно, не каждый год так, но вот, хотя у Вовы такая дата, да, 25. Но так как Вова решила ее сильно не отмечать, не праздновать, поэтому он получил хороший подарок. Я думаю, он его запомнит надолго. Кому интересно, пишите в комментариях, и тогда в следующем влоге я вам расскажу. Все, ребят, теперь пойдемте покажу вещи. Сидят два голубца, уже вот так сидят минут, так, наверное, ну, 20 точно. Ой, Коко, тебе там удобно? И Чипи, по-моему, тоже, да, Чипи? Я булочки сейчас поставила, пожарила булочки. Пожарила в духовке в байрфрай. Сейчас отвариваю гречку, сделаю, наверное, подлив. У меня есть мяско, и это будет Витик, казав, на работу покушать. И Марсель вечером гречку покушает. Тоже полезно. А эти сидят два голубца. И хоть бы, хоть бы. Обычно, если камеру в руки беру, они сразу улетают, боятся. А тут даже, даже, видимо, на лампе очень понравилось. И сидят. И вот я уже совсем близко. И хоть бы, хоть бы. И-и-и. Ой, чуды. Чуды маленькие. Вся вот эта вот одежда нам обошлась где-то в районе, наверное, 300 евро. Все вместе, если взять, да. И здесь не хватает обуви. Обувь я вам чуть попозже покажу. Вот. Сумочка вот такая с двумя замками, видите. Один, второй, два отдела. Очень удобно можно носить как хочешь. Марсель не хотел сильно поначалу, а потом ему она очень понравилась. Но я его убедила. Говорю, Марсель, сейчас начнутся прогулки, нужны ключи с собой. Брать от дома. Нужно телефон, нужно все для диабета, да, там брать. И я говорю, сейчас-то в зимнее время куртка, карманы, джинсы, карманы. А сейчас что, футболка, шорты и все. Поэтому, ну, потом она ему очень понравилась даже. Сначала он вообще ничего не хотел. Вот. И из вещей, значит, что у нас здесь. Шорты для плавания. Вот такая расцветочка. У него, по-моему, такие уже были в том году. Но захотел еще. Он хотел с пальмами, но не было его размера. Вот эту рубашку он себе прикупил для отпуска хочет. Ну, он говорит, в школу я точно ее носить не буду. Она ему длинноватая немножко, но в плечах хорошо. Он говорит, хочу в отпуск ее. Ну, пожалуйста. Хочешь, бери. Брючки. Они ему, конечно же, длинноватые. Ну, сейчас такая мода, знаете, оверсайз. Все это все висит. Все это поэтому в длину немножечко, да, и как бы в поясе чуть-чуть. Ну, главное, не давит. Вот такие. Ну, они одинаковая фирма, только разные расцветки, да. Такие синие. Эту футболочку Витя предложил Марселю. Марселю не понравилось. Витя купил ее себе. Это единственная вещь, которую купил себе Витя. Я себе тоже ничего не покупала. Ничего не подошло, не понравилось. В общем, вот такая вот на плече вставочка. Все хорошее качество, как бы. Ну, мне все понравилось. Дальше так будут бросать. Вот такая футболочка. XS размер у нас сейчас. Да, она ему чуть-чуть длинноватая, как бы. Но я говорю, это все. Они сейчас такое носят. Вот все широкое, да. Две черных вот таких футболочки. Разные только фирмы получаются. А так просто черные. Он любит такое черное-белое. Потом вот такую. Да. И с другой стороны на спине побольше. Картинка. Ох, сейчас срезать мне сколько всего. Вот такую футболку. Она ему вообще великовата. Ну, вот он ее захотел. Я говорю, ладно. Как бы плечи свисают. Он говорит, это классно. Ну, классно, пускай носит. И вот так сзади у нас выглядит, да. Вот. Все. Стиль американский. Я так говорю всегда. Вот. Ну, все, как, знаете, вот показывают в фильмах американских. Все такие шаровары. Все вот так у нас сейчас входит это все в моду. Вернее, уже вошло. Вот такие же шорты, да. Он захотел комбинировать иногда. Вот с этой вот футболочкой, поэтому. То с этой можно. Потом с этими можно вот шортами тоже. Белые шортики с такой вот наклеечкой. И просто чисто белые шорты. Вот такие. Также я уже ему посоветовала такие футболочки. Ну, ему тоже понравилось. Я говорю, Марсель любит более однотонное. Поэтому такая серенькая. Светлая. Чуть темно-серая. Черная. Как всегда. Трико. Две пары только нашли. Больше ничего не подошло. И то черный эс. Вот постираю. Будет хорошо. Тоненький. Светлые. М-ка была. Эс-ки размера не было. Я говорю, бери Марсель. Потому что они очень хорошее качество. Если не... Ну, дома носить-то что? Пойдет. Но она М. Это мой размер. Я говорю, не понравится. Я не буду носить. Я такое тоже люблю. Так что вот. И здесь еще не хватает обуви. Марсель сахар падает. Так что обувь покажу ребят попозже. Сейчас все это разберу. Все этикетки отрежу. И в стирку. Марсель называется. Поел арбузик. Мы брали на пробу арбузик. Да, сейчас не сезон. Но все же, как он это все декорировал. Смотрите. Сейчас сахар у него был низкий. И съел вот арбузик такой маленький. Взяли на пробу. Уж очень сильно он просил. Я против. Потому что сейчас не сезон. Но сказала очень-очень сладкий. Не знаю. Я не пробовала. Так что. Да. Скоро сезон арбузов ребят пойдет. Еще немножко. Еще чуть-чуть. Да. Ну я даже. Как. Не знаю. Ну хотя вот я резала его. Да. И он так хрустел. И пахнет он прямо арбузом. Все равно я против. Была. Но сильно выпросил. Один маленький арбузик. Смотрите. Видите. Если с ладошкой сравнить. Он вообще маленький. Как мячик на руке был. Так что в принципе думаю ладно. Пускай попробует. Но так больше брать не будем. Нацелик. Тебе понравились кроссовки? Вали. Нет? Подожди. Да я покажу. Я так и не покажу кроссовки. Пока он собирает свой рюкзак на спорт. Хотела показать. Вот рыбок взяли. 38. И у меня размер 38. Очень хороший. И по такой классной акции мы за них отдали. Да подожди ты. Я положу сейчас. Вон достань свои эти шорты на спорт. В шкафу лежат. Отдали 40 евро. Они были по акции. Смотрите. Резиновая хорошая подошва. Прострочены хорошо. Прям как. Причина. Внизу лежат, сынок. Серые. Серые внизу. Посмотри вниз под одеялкой. Вот ты одеяло сверху бросил. Плед бросил туда на шорты свои. И вот. В общем. Обалденно классный. Что ты делаешь? Скажи мне пожалуйста. На лицо со своими шортами. Скажи мне. На. Вторую обувь складывай сам. Короче. Классные кроссовки. Я бы и себе взяла такие. Но не было. Так что Марсель на спорт поносит. Я их себе заберу. Да? Все равно у тебя нога вырастет. А я буду твои носить. Я что в машинке постираю. И стиральная. Все нормально. Будет. Что-то с ними. Что ты делаешь? Машла там. Потом когда оденешь. Потом и завяжешь на ноге. Чудро. Собирается в школу на завтра. А я пойду пить чай. Будешь там на чай? Машелик. Потому что я невкусный чай пью. Ему мои чаи не очень нравятся. Только когда болеет. Потом мама налит мне свой чай. Да, да, да. Ну-ка, покажи. Сенсор поставили. Вот он, думаю, тоже мозг делал этот сенсор. Два... Почти... Нет. На второй день, да. Ну... Все, пока-пока. Говори пока тогда всем. Пока, ребят. Раз он пошел, пойду себе наливать чай. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...